Ряд других проблем, которые выделяет наш регион по сравнению с другими регионами Российской Федерации, что накладывает определенные, должно накладывать определенные исключения на те методики, которые Российская Федерация использует в рамках межбюджетных отношений. Конечно же, это взаимодействие с Российской Федерацией по другим ключевым проблемным вопросам. Это и вопросы тарифной политики, и вопросы недропользования, и в целом комплексные вопросы развития Дальнего Востока. Поэтому республика всегда была очень активна в сфере законотворческой, нормотворческой деятельности. И это в хорошем смысле, еще раз в хорошем смысле выделяло республику на фоне не только регионов Дальнего Востока, но и в целом Российской Федерации. Поэтому я думаю, что все мы вместе, и правительство, и государственное собрание, и ЛТМН сохранит эти подходы и эту политику. Спасибо. Виктор Николаевич, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Евгений Алексеевич, у меня два вопроса таких. Вы в своем выступлении подчеркнули, что будете заниматься, как и вся республика, этим занимаются депутаты, исполнительная власть, повышением уровня качества жизни в республике, населении. Вот какие ваши параметры, вот как бы вы представили, что нужно добиться там через год, через два, через три. Вот, ну, прозвучала цифра миллион квадратных метров жилья до 2022 года. Но на сегодня свободно есть. Пожалуйста, миллионы платите, покупайте, две, три, десять комнат, сколько хотите. А как населению быть так? Сколько из этих миллионов квадратных будет доступным, а сколько вообще недоступным? Второе вопрос, как дальше делать цены на бензин, ну, самые дорогие у нас. Добываем газ, цены на газ растут. Значит, ну, правительство, я понимаю, не только от вас это зависит. Нет, нет, я далек от этой мысли. И есть у нас правительство, конечно, этим вопросом не занимается, но придать какие-то вот дополнительные, вот как вы видите, параметры. Сегодня с севера долететь, все равно населению недоступно очень многим, значит, 30 тысяч рублей платить. Вот это первый вопрос. Какие вы параметры все-таки видите? Что же мы добьемся, да? Это раз, как вы считаете. И второй вопрос по местной промышленности. Неоднократно в этом зале мы, депутаты, говорили, что промышленность местную нужно возрождать, поднимать. Правительство тоже в этом плане добивалось, что-то делает. Глава республики летом принял указ для более конкретно заняться вопросами. Ваши первые шаги. Зверофермы у нас осталось сколько? Две. Значит, переработка сельскохозяйственной продукции очень мало. Сколько? Это уже молочная продукция, половину не перерабатывается. Значит, легкие мастерские швейные. Что дальше делать? Приобретать оборудование, занять людей. Тоже. Вот какие ваши первые шаги в развитии местной промышленности? Первое. Значит, параметры, чего же добиться можно и нужно. Раз. В качестве жизни. И второе. Развитие местной промышленности. Самый основной момент. Пожалуйста. Спасибо, Ваше, за вопросы. Понятно, что они имеют очень важное значение. Что касается параметров жизни, параметров благосостояния. Здесь на этот вопрос я прямо не готов ответить. Я скажу следующим образом. Все те проблемные вопросы, которые Вы озвучили, это и стоимость жилья, и, соответственно, стоимость тарифов. Это то, что действительно, с чем сталкивается большинство нашего населения. Но направление работы по улучшению, по повышению комфортности жизни, в условиях жизни здесь, оно должно быть связано, на самом деле, с двумя направлениями мероприятий. Первое направление, это, соответственно, прямой анализ и проработка мероприятий, позволяющих снизить, соответственно, либо стоимость тарифов, либо стоимость квадратного метра. На это нацелены уже те мероприятия, которые правительством уже были приняты. Здесь, на самом деле, есть определенные ограничения, исходя из нашей бюджетной ситуации, с точки зрения прямого бюджетного участия в этих вопросах. Ключевым же, на самом деле, вторым ключевым направлением должно стать вопрос трудовой обеспеченности, вопрос реальных доходов населения, структуры занятости. Структуры занятости населения с точки зрения не участия в бюджетном секторе, а как раз стимулирование развития предпринимательства, реализации крупных инвестиционных проектов на территории республики. Это изменение структуры занятости должно в конечном итоге привести к тому, что увеличение реально получаемых денежных доходов населения будет связано с реальным сектором экономики, что, соответственно, снизит нагрузку на бюджетный сектор, и, соответственно, мы сможем тогда найти больше источники бюджетной поддержки по первому направлению, по, соответственно, непосредственному ценному образованию на те услуги или те блага, которые напрямую определяют качество и уровень жизни населения. Это то, что касается... И поэтому эти мероприятия не могут быть с краткосрочными результатами. Это задача более долгосрочной политики, и здесь нет на самом деле никакого скоропалительного решения, которое сделает в краткосрочном плане чудо, кроме, грубо говоря, прямого финансирования. Но мы с вами прекрасно понимаем сложности формирования бюджета, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем все-таки задачу развития реального сектора экономики и обеспечения меньшей зависимости от бюджета благосостояния наших граждан. Значит, по второму вопросу, по развитию местной промышленности, местного предпринимательства. Как я уже сказал, соответственно, у нас есть ряд инструментов, которые мы планируем активно сейчас задействовать. И это должно как раз помочь большей включенности наших компаний и организаций в производственной цепочке. Это касается, прежде всего, кластерной политики. Буквально коротко, потому что у каждого, наверное, из нас есть свое понимание. Буквально коротко ключевые принципы, которые, я считаю, будут перспективны для использования именно этого механизма. Значит, что такое кластер? Кластер – это взаимодействие независимых компаний по формированию добавленной стоимости с целью дальнейшей реализации этой продукции. Как один из примеров кластера я назвал в своем докладе – это рыбопромышленный либо рыбопроизводственный. То есть в чем суть? Суть в том, что мы должны собрать и вобрать те компании, тех инициативных граждан, предпринимателей, те проекты, которые у нас есть, и мы там многие из них знаем, для того, чтобы их упорядоченное взаимодействие позволило нарастить ту сырьевую базу, которая в республике есть. Ее можно нарастить, в том числе за счет промышленного искусственного оборудования озер и рек. Но концовка, наша целевая задача на самом деле – не стимулирование отдельно рыбаков, не стимулирование отдельно создания рыбоперерабатывающего комбината или цеха. Наша конечная цель – это, соответственно, продажа. Мы должны обеспечить качественной продукцией республику и как основная цель мы должны, соответственно, обеспечить экспорт этой продукции как с точки зрения зарубеж, так и с точки зрения продажи нашей продукции за пределы республики Саха-Якутия. Это в том числе и делается путем другого механизма, о котором я тоже сказал – это брендирование продукции наших компаний. Значит, кроме непосредственно прямой такой цепочки добавленной стоимости, когда предприятие за предприятием, получая тот или иной результат, получает свою сырьевую базу для дальнейшей работы, здесь, конечно, должна быть и включенность и научного сообщества, и, соответственно, учебных заведений. Таким образом, мы видим перспективу целенаправленного включения в работу, нацеленную на продажу конечной продукции всех компаний. И такая работа будет проводиться в отношении и других перспективных отраслей народного хозяйства республики. Спасибо. Жанна Георгиевна, пожалуйста. Добрый день. Я вот хотела, Евгений Алексеевич, задать такие вопросы. Не секрет, что, несмотря на заверения руководителя Министерства здравоохранения, у нас сокращение коечного фонда так и не останавливается. Насколько сокращаются, и какие меры Вы собираетесь принимать на то, чтобы сохранить имеющиеся на сохранении коечного фонда? И второй вопрос. Строительство ста фапов к 2022 году с привлечением частных инвесторов. Это уже как бы проект был принят. И на каком это этапе, сколько объема использовано, сколько фапов построено, и почему до сих пор нет списка тех ста фапов, которые мы должны построить? Ну, еще в своем выступлении Вы коснулись того, чтобы вот, как устранить нехватку медицинских кадров в республике. Вы сказали, что открытие медицинских классов и другое, но это уже все было, да? Я предлагаю, вообще думаю, что надо сохранить тот капитал медицинских кадров, который мы имеем в республике. Какие у Вас вот планы по поводу сохранения наших кадров медицинских? Спасибо. Спасибо за вопросы. Значит, к вопросу по снижению коечного фонда. Я на этот вопрос смотрю таким образом, что вопрос не в количестве коек в целом по республике, не в снижении или увеличении этого показателя. Вопрос основной связан с качеством и своевременностью предоставляемой медицинской помощи. То есть мы, с одной стороны, понимаем, что федеральная политика с принятыми нормативами, она к нам в полной мере не подходит. И в этой связи мы работаем с федеральным центром по, соответственно, учету наших особенностей. Но, с другой стороны, мы все равно должны просмотреть такую социальную важную отрасль, как здравоохранение, с точки зрения повышения эффективности. Поэтому однозначно вопрос по сохранению или по уменьшению коечного фонда будет решаться, исходя из обеспечения главной задачи здравоохранения. Это своевременность и качество предоставляемых услуг. По строительству ста фапов. К сожалению, я сейчас не обладаю информацией, чтобы ответить на вопрос, сколько фапов на текущий момент из этой программы построено. Поэтому постараюсь ответить на вторую часть этого вопроса по исчерпывающему перечню этих фапов. Перечень фапов с их распределением по населенным пунктам будет сформирован по завершению разработки со стороны правительства стандарта обеспечения социальными объектами населенных пунктов Республики Саха-Якутия. На текущий момент этот стандарт у нас еще не принят. С одной стороны, с другой стороны, по факту его наличия уже с Министерством здравоохранения будет отработан вопрос с точки зрения обоснования необходимости строительства данных медицинских учреждений. на территории того или иного населенного пункта. И третий вопрос по сохранению кадрового состава. На текущий момент, насколько я помню, обеспеченность медицинскими кадрами объектов здравоохранения, оно достаточно имеет большой дефицит, выражающийся в двузначных цифрах. Поэтому просто сохранять тот кадровый состав, какой есть, этого недостаточно. И поэтому я считаю и вижу все-таки перспективу работы с молодым поколением, в том числе уже профессионалов в здравоохранении. Почему? Потому что мы видим на самом деле, что очень часто работает принцип, который я рядом депутатов тоже озвучивал, который часто имею в виду. Многие знают, что делать, но очень мало знают, как делать. Поэтому даже несмотря на то, что некоторые инструменты использовались и они не получили должного результата, это не списывает на самом деле со счетов эти инструменты. Поэтому у нас были изменения и в Министерстве здравоохранения, значит, и, соответственно, в новом качестве. Если вы окажете это доверие, то, соответственно, мы к этому вопросу уже совместно вернемся еще раз на уровне правительства. Спасибо. Вопросы исчерпаны, Евгений Алексеевич. Глава Республики сделал свой выбор в случае дачи согласия на назначение вас председателем правительства Республики. Вы сами насколько считаете себя готовым к этой должности? Как вы будете выстраивать свои отношения с правительством Республики и с парламентом Республики? Александр Николаевич, спасибо за вопрос. Я принял предложение Егора Фанасьевича и благодарен ему за это предложение. И вижу потенциал дальнейшей реализации той политики, которая уже принята. Потому что мы заложили те инструменты, которые на самом деле приносят уже сейчас свои результаты. Одной из задач своих, я считаю, до привнесения определенных элементов некоторых усовершенствований, может быть, в тех подходах, которые мы имели для дальнейшей реализации тех задач, которые правительство уже давно себе поставило. Я не вижу необходимости в каких-то серьезных изменениях с точки зрения изменений самого правительства. Егором Афанасьевичем предыдущей команды сформирован на самом деле очень действенный аппарат. И мы видим по тем показателям экономики, которые, соответственно, можем на текущий момент фиксировать. С точки зрения взаимодействия с уважаемыми народными депутатами, с государственным собранием, здесь это взаимодействие определено с вами судьбой, законом. Потому что мы все прекрасно понимаем, что органы исполнительной власти только реализуют соответствующие инициативы в том правовом поле, которое формируется в основном на законодательном уровне, то есть государственным собранием. Поэтому наша с вами общая задача формировать правовое поле, которое будет способствовать дальнейшему развитию республики. Спасибо. То есть вы исполнитель не только указов главы республики, но и законов республики Сахар-Якутия. А об этом в вашем выступлении не прозвучало ни слова. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Мы провели полностью процедуру выступления, вопросов, ответов. Прошу коллег записаться на выступление. Так. Записались 9 человек. Коллеги, мы пофракционно договаривались, что от фракции будет выступать по одному человеку. И за это проголосовали. Есть депутаты, которые не представлены в фракциях. Это однозначно. Так. Давайте мы с учетом того, что у нас есть уже предварительная договоренность. Виктор Николаевич от фракции Коммунистической партии Российской Федерации, парламенте республики. Так. Владимир Юрьевич Федоров, Гаврил Павлович Парахин. Так. Гульцум Акзамовна Бесимбаева. Так. Михаил Семенович Габышев. Это от фракции справедливости. Так. От Един России записались Жирков Егор Петрович, Габышев Михаил, членов Владимир Михайлович, Наговицын Александр Александрович и Уваров Александр Сергеевич. Есть предложение предоставить слово Александру Александровичу Наговицыну и остальным коллегам воздержаться от выступления. Вы, каждый из вас, имели возможность выступать и в комитете, и на фракции. Мы ваше мнение слушали, вопросы ваши тоже. На них были дани ответы. Давайте мы так решим. Нет других предложений? Так, пожалуйста, Егор Петрович Жирков. Я буду выступать не от фракции. По фракции я выступал с отдельным мнением. Поэтому я настаиваю на своем выступлении. Не от фракции, а тогда в каком качестве вы будете? Как народный депутат. Ну, насчет этого мы договорились. У нас депутаты, которые состоят во фракции. У нас такого нет положения в регламенте, чтобы было ограничено. Оночение выступлений. Александр Александрович, вы представили такое предложение, за которое я поставил на голосование, которое принято парламентом республики. Алексей Ильич, руководитель фракции, вы самая дисциплинированная фракция. Уважаемые народные депутаты, сейчас только что председателям государственного собрания ЛТМ было предложено, и никто не возражал о том, что от фракции будет по одному выступлению. Мы за это заголосовали. Собственное решение у нас было. Если были другие предложения, нужно было до голосования по этому вопросу ставить другие предложения. Решение принято. Я считаю, нет необходимости переголосовывать. Так, идем по принятому решению. Слово для выступления предоставляется Федором Владимиром Юрьевичем. Пожалуйста. Так, к поведению Егора Петровича Жиркова. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, в данном случае я вчера участвовал во фракции, выступал отдельным иным предложением. И сегодня считаю необходимым выступить. Это мало будет, может быть, означать для коллективного голосования с учетом фракционного решения. Но, тем не менее, нет у нас ни в регламенте, ни в каких решениях, ограничения выступления, если народный депутат настаивает на своем выступлении. Поэтому прошу и настаиваю, чтобы в моем выступлении было включено перечень выступающих. Ну, во-первых, Егор Петрович, вы опытный депутат и рекламент, знаете, во всяком случае, может быть, не хуже, чем я. И голосованием мы определились, порядок введения заседания. Пленарного. Это во-первых. Во-вторых, вчера вы были не одни в своем отдельном мнении. Вчера высказывались и другие мнения. Но все-таки было принято решение общим голосованием, фракционным голосованием. Ваше мнение вчерашнее не отличалось от моего мнения. Я не буду выступать, а буду выступать как народный депутат. И не имеете права ограничить это выступление. Но я как председательствующий буду идти по тому решению, которое принял парламент республики. Где, когда принято было решение? Сегодня голосование. Не было такого решения. Кроме фракции, народный депутат может не от фракции выступать. Вот это другое. Не может быть лишен депутат права основного твоего. Не может. Поэтому прошу. Настаиваем. Коллега, я прошу подтвердить наше решение. Кто за то, чтобы дополнительно от парфракции «Единая Россия» дать слово депутату Жиркову Егору Петровичу? Прошу проголосовать. В режим голосования. Кто за то, чтобы дать слово Егору Петровичу Жиркову? Решение не принято. Дважды мы принимаем решение по порядку введения. Так, секретариат. Какой результат? Вышло же, что большинство депутатов проголосовали против. Решение не принято. Коллеги, ну что, секретариат, ваш вердикт? Не, против уже проголосовать. Коллеги, мы вот это время, которое потратили на прениях, мы бы давным-давно уже Егора Петровича выслушали. Может быть... Но, Егор Петрович, больше вы меня на такое не искушайте. Если мы решение приняли, то будьте добры возголосовать за решение, придерживаться решения фракции и парламента, заседания парламента. У нас есть регламент. Мы за этот регламент проголосовали все. Вы в том числе. Так, Федоров Владимир Юрьевич, пожалуйста. Александр Николаевич, я не понял, моему коллеге дали слово? Нет, он в списке. Это этика тоже я выступаю. Он в списке выступающих. Отлично. А по порядку вы первый. Хорошо. Спасибо. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые народные депутаты, 30 лет назад Дэн Саупин, лидер КНР, сказал, процитировал тогда еще Конфуция о том, что какого бы цвета не была кошка, главное, чтобы она мышей ловила. Сегодня тогда это были, конечно, либеральные перемены и прочие и так далее. Наверное, сегодня принятие главы такого решения, наверное, может быть и предусматривает какие-то изменения, креативные решения в республике, что у нас необходимо. И сегодня неважно, что сегодня, какие выступления были и так далее, вообще нет смысла или идей какой-то сегодня давать оценки, потому что состояние нового поста, оно не предусматривает статистик, оно не предусматривает какой-то отчетности и так далее. Вот когда человек поработает, когда придется отчетом к нам в марте месяце по итогам, ну оставшихся незавершенных работ, которые незавершенных задач, невыполненных задач, которые у нас сегодня до конца года не сделаны, тогда мы, может быть, будем с него что-нибудь спрашивать. Главе работать с человеком, он его представил, отчетность будет перед нами непосредственно. Я думаю, сегодня копия здесь, нет идеи такую ломать. Посмотрим, поживем. Цыплят по осени считают. А Евгению Алексеевичу, ну даже Евгению Алексеевичу, да, Евгению Алексеевичу, хотел бы пожелать удачи и успехов в его работе. Буду голосовать за него. Спасибо. Гаврил Павлович Парахин, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, я поддерживаю предложение Егора Афанасьевича, я поддерживаю Евгения Алексеевича, проголосую за. Объясню вкратце почему, на своем примере. Многие, как и вы, я являюсь депутатом и не только руководителем предприятия, и сегодня каждый из нас, который руководит там большим, малым предприятием, понимает, что все зависит от команды. Такая команда будет руководить. Одиннадцать лет назад, когда я создавал свое предприятие, и когда я поставил перед собой задачи, через три года я понял, что то окружение, которое там, друзья детства, однокашники, одноклубники и все остальное прочее, это не то, чтобы мне дальше развиваться. Я полетел, привез человека с Краснодара, потом в Сыску области, и за эти восемь лет активной своей работы у меня сегодня из шести замов, это четыре, которые не родились в республике Сахар-Якутия, в отличие от меня, и которые сегодня решают все мои проблемы, которые я не успеваю, и те задачи, которые перед ними ставлю. И сегодня, являясь не только руководителем предприятия, но и руководителем партии, старейшей партии Российской Федерации последние пять лет, я понимаю тоже, что бизнес, что партия, это практически одно и то же. И те люди, которые меня привели в политику, говорили о том же, как работает команда, как работают люди, все будет только зависеть от этого. И неважно, какой национальности, как он действует, это должен быть человек честный, порядочный, семьянин, достаточно выглядеть корректно, ухоженный и все остальное прочее, то, чтобы предоставить на федеральном уровне. И сегодня я понимаю одно, что да, будет человеку тяжело, но у него, я уже сказал, у него есть одно преимущество, которое дает ему этот взгляд со стороны, потому что со стороны, посмотрев за эти пять лет, он на самом деле, это не много и не мало, но он может сделать выводы и в дальнейшем работать на благо нашей республики, как работают и мои заместители, и мои подчиненные. Поэтому, Евгений Алексеевич, старайтесь, у вас шесть замов, на самом деле половина из них практически ваши ровесники, половина министерства тоже ровесники. И как сказал Владимир Вольфович Жириновский, я почему это говорю, потому что Владимир Вольфович Жириновский начал свою политическую карьеру в 43 года. И сегодня мы, я тоже, мне тоже 44 года, да, то есть на год разница, я понимаю прекрасно, что это интересный момент в жизни, есть силы, есть возможности, есть хорошая семья, которая подталкивает на свои силы. И я думаю, что мы должны сами переживать за то, что у нас происходит в республике. И, конечно же, Егор Афанасьевич будет отвечать за то, что он может поставить, может убрать в любой момент. Это его альтернатива, и поэтому я за. Спасибо. Спасибо. Так, Михаил Семенович Габышев, пожалуйста. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые народные депутаты, приглашенные, работать в качестве председателя правительства самого крупного в России и одного из перспективных регионов на Дальнем Востоке страны большая честь и огромная ответственность. Согласно Конституции Республики Саха, у нас структура такая, что кандидата на должность председателя правительства Республики Саха представляет глава Республики. То есть ни одна политическая партия не выдвигает своего кандидата. Как все мы понимаем, вся ответственность найти и переставить кандидата на должность председателя правительства Республики Саха лежит на плечи главы Республики. Ему каждодневно работать с правительством для решения тех или иных задач во имя просветания и благополучия нашей родной республики. Ему, как руководителю, который владеет ситуацией и полной информацией, как никому лучше знать и кого представить на высшую государственную должность республики Саха. Глава республики сделал выбор. Общественный диалог и политическое согласие по основным вопросам государственной политики. Мы, как и сегодня, в будущем желаем совместно работать с правительством нашей республики ради благополучия каждого жителя республики Саха. Все? Все. Спасибо. Слово предоставляется Гульцум Акзамовне Бесимбаевой. Уважаемый Егор Афанасьевич, Александр Николаевич, уважаемые коллеги, участвующие в нашем пленарном заседании, сегодня мы действительно рассматриваем очень важный вопрос. Он приоритетен для нашей республики, для дальнейшего продвижения вперед. Поддерживаю своих коллег, которые говорили уже важные и нужные слова о том, что сегодня Егор Афанасьевич в соответствии с Конституцией нашей республики представил того человека, с кем намерен работать по исполнению тех планов и задач, которые стоят перед нашей республикой. Я уважаю Ваш выбор, Егор Афанасьевич, поэтому также призываю своих коллег поддержать эту кандидатуру. Действительно, будет время оценить деятельность, и мы в шаговой доступности друг от друга имеем возможность общаться, задавать вопросы, участвовать в решении каких-то вопросов, возможно, ставить определенные задачи также и спрашивать за их исполнение. Поэтому я думаю, что у человека, претендента на эту должность, должна появиться возможность исполнить все то, что все эти задачи, которые стоят перед ним. Я не зря задавала вопросы о существующих финансовых структурах, где имеет свою долю наша республика. Я услышала то, что я хотела услышать, и в продолжении хотела бы пожелать Евгению Алексеевичу, чтобы мы пошли по пути создания единого финансового якутского центра. Такое случилось в Российской Федерации в 2008 году по предложению правительства. И сейчас, на сегодняшний день, Московский международный финансовый центр эффективно действует. И, возможно, сегодня Егор Афанасьевич говорил об этом, о том, что мы переходим на проектную деятельность. Возможно, это станет одним из новых проектов, которые можно будет реализовать с учетом опыта регионов. Еще один момент хотел бы отметить, так как я представляю город Мирный. На 15 ноября прежнее правительство запланировало проведение выездного заседания правительства в городе Мирном. Я надеюсь, что это останется в плане. Там стоит вопрос как раз о социально-экономическом развитии Миргинского района. И как один из вопросов повестки дня о социально-экономическом развитии Батуобинского наслега муниципального образования, где сегодня зашли активно недропользователи и началось освоение этой территории. Поэтому вопросы стоят очень важные. И, я думаю, первое заседание, которое проведет выездное в ранге председателя правительства, будет как раз-таки мирным. Я хочу поддержать кандидатуру и пожелать удачи на новом подприще. Я поддерживаю еще раз высказывание коллег, что это трудно, это важно, это очень ответственно. И мы все читали все, что было написано в наших средствах массовой информации. Люди справедливые вопросы задавали. И я хочу пожелать через некоторое количество лет, чтобы такие вопросы, откуда он приехал, якутянин, не якутянин, не задавались. А мы об этом человеке говорили как о менеджере, управленце, который справился с поставленными задачами. Спасибо. Спасибо. Егор Петрович Жирков, пожалуйста. По выступлению кандидата. Сегодня сказано Евгением Алексеевичем гораздо больше, чем вчера. Но в целом за все в правительстве и не совсем за себя, как за завтрашнего председателя. Выступление для меня малоубедительное. Для людей старшего поколения мало голубины и недостаточно уровня. Будем рады, если они со временем проявятся. Больше виден кабинетный специалист, чем реальный управленец. Я выскажу собственное видение по обсуждаемому вопросу. Иметь иное свое мнение, иную позицию по кандидатуре, внесенной главой, это не значит быть против главы. Это разные вещи. Не следует это темешивать. Понятно, что мое мнение, оно неоднозначно воспринимаемое. И понятен же баланс голосования, баланс мнений. В этом здесь чего волноваться. Первое. Значит, главные аргументы заозвучены. Понятно, достаточно высокая оценка результата. В этом я сказал. Неспроста, наверное, еще в воскресенье, на НВК, ведущий в вечерней передаче, сказал, словно подчеркивая малозначимость в Тюмена, слова такие, что можно считать решенным вопрос назначения Чейкина председателем правительства. Второе. Ну, конечно, здесь сразу контратвет, понятный, это вот выбор, сделанный главой. Теперь выскажу следующие доводы против, последние. Не вижу, не верю, что при Чейкине лучше и больше будут привлекаться инвестиции. Не думаю, что лучше будет власть проявлять благоприятствующее отношение к бизнесу, к созданию благоприятного климата для бизнеса. Что в этом Чейкин Евгений Алексеевич будет инициативным. Не думаю, во-вторых, что руководство Чейкина усилит правительство. Скорее, слабее будет власть республиканской. Третье. В условиях ухудшения положения усиления кризисных явлений, когда в следующем и в 2018 году ряд отраслей сфер скорее перейдет режим выживания, отсутствие, там не будет спасать проектный подход, отсутствие опыта и уровня помешает разрешение сложнейших проблем достижения решения необходимых значимых республик. Поэтому, позиция моя, я голосую против кандидатуры Чейкина в качестве председателя правительства республики Саха, буду голосовать против представленного кандидата в качестве председателя правительства Якутян. Все. Губарев Виктор Николаевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Егор Афанасьевич. Вы в своем выступлении подчеркнули, что некоторую озабоченность, может быть, вызывает неожиданность предложенной кандидатуры. Нет, я думаю, что у нас достаточно примеров и в Российской Федерации, да и в республике, когда о назначении или об освобождении узнают из средств массовой информации. Иногда, может быть, это и оправдано, но в данном случае у меня вот в порядке размышления, многие бы вопросы были сняты, если бы начали обсуждать эту кандидатуру намного раньше. У нас в республике позволяет обстановка и в государственном собрании, и в взаимодействии с главой, и с органами исполнительной власти. Если бы начали немножко раньше и встретиться более подробно, там с фракцией, с активом, может быть, той или иной партии, то действительно многие вопросы были бы сняты. И что немаловажно, то, что мы не просто утверждаем кандидатуру, значит, на должность председателя правительства, а мы еще имеем возможность увидеть перспективы развития, значит, на работе нашего правительства, какие не использованы резервы, в чем нужно оказать помощь будущему председателю. Вот здесь, вот основа, я думаю, это неплохо. Но, тем не менее, глава республики внес свое предложение, руководствует конституционными своими правами. Мы уважительно относимся к предложению, и основа для принятия решения есть, и оно будет, думаю, что народными депутатами сегодня принято. Я бы хотел высказать несколько таких пожеланий в работе председателя правительства. Вот недавно только, ну, еще, наверное, не прошли, значит, эмоции после проведенных выборов в Государственную Думу. И все партии выступили с программами конкретными, в том числе «Единая Россия». Очень серьезную программу предложила и ознакомила все руководство нашей республики. Егор Афанасьевич сам знаком с программой Компартии Российской Федерации «Десять шагов в развитии, значит, Российской Федерации». И программа уже прилагая на наши проблемы республики Саха-Якутия. У многих других программ. Мне кажется, нужно будет вот председателю новому правительству провести такое совещание. Ну, наверное, и глава бы принял участие. Рассмотреть разумные предложения, там очень много. Выработать, посоветоваться, не спеша. И это будет только на пользу. Второе. Вопрос о народных предприятиях. В Иркутской области, где глава республики сегодня, губернатор Иркутской области Левченко Сергей Георгиевич, принято решение указом, распоряжением правительства Иркутской области, губернатора, о создании 20 народных предприятий и дальше разработали положение. Посмотрели, как нужно развивать эти народные предприятия. Опыт очень хороший. И в Российской Федерации, и в Мариэл, в Подмосковье, Казанков, Грудинин. Многие другие руководители показывают замечательные результаты. Я думаю, что нужно было бы рассмотреть и, может быть, подготовить, не может быть, а я предлагаю, подготовить аналогичное постановление о развитии народных предприятий. А у нас есть закон в Российской Федерации об акционерных, в скобках, народных предприятиях. Такой закон можно было бы, значит, такое же распоряжение правительства, а может быть и закон, ну, уже применительно к республике, принять. Следующий. Мы почему-то перестали говорить об импортозамещении. Но кризис не закончился. Кризис экономический, финансовый, политический только углубляется. Сегодня, значит, заканчиваются моратории на договор, вступает в силу в полном масштабе Всемирной торговой организации, куда вступила Российская Федерация. Там же предусматривают такие вещи, что мы столкнемся с теми мыслями, что просто будем, ну, извините меня, надо подготовиться к этому. Галина Акентинова в планах работы правительства планировала провести такое совещание, серьезное очень, с привлечением всех необходимых наших творческих, практических сил, чтобы рассмотреть эти вопросы. У нас же технический регламент вступает в силу только техническая дойка. Ручная дойка не предусматривается. И много-много ограничений вступает в силу ограничения в поддержке государственной из бюджетов сельского хозяйства и так далее, и так далее. Поэтому нужно серьезно этими вопросами сегодня заняться, и есть соответствующие распоряжения президента Российской Федерации. И следующий момент. Забыли, у нас же принята программа антикризис. Об этом нужно каждый день говорить. Каждый день. Ну, делается, но... Минутку, минутку уже. Запись не идет. Минутку, пожалуйста, я заканчиваю. Ну, что в начале есть основа для принятия решений сегодня. Спасибо. Александр Александрович Наговицын, пожалуйста. Последнее выступление. Уважаемый Егор Ханасьевич, уважаемый Александр Николаевич, народные депутаты, члены правительства. Я знаю лично Евгения Алексеевича по совместной работе, которую проводило наше предприятие по энергетическим контрактам, сейчас озвучивали цифры, что там, наверное, ничего не получится по увеличению. Хочу сказать, что только за прошлый год предприятиям привлечено частных инвестиций 384 миллиона рублей. Я думаю, что мы эту тему продолжаем. Его неизвестность, считаю, скорее, это достоинство, чем недостаток. Не слышно меня, да? Да, микрофон. Его неизвестность, я считаю, скорее, наверное, достоинство, чем недостаток, потому что мы тут нас мало, все друг о друга знаем очень хорошо, иногда порой, наверное, лишнего знаем. Считаю, что... Ну, кроме того, мы все чего-то когда-то начинали. Считаю, что имеющийся опыт позволит ему достойно исполнять обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия. Я хотел бы сказать, что фракция «Единая Россия» поддерживает выборы главы Республики Саха-Якутия. И прошу депутатов народных поддержать кандидатуру Чекина Евгения Алексеевича по утверждению его на должность председателя правительства. Спасибо. Спасибо. Коллеги ставятся на голосование включение кандидатуры Чекина Евгения Алексеевича в бюллетень для тайного голосования. Режим голосования. Принято. Вопрос в повестке номер 3. О проекте постановления Государственного собрания Элтумен Республики Саха-Якутия о назначении на должность судей Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Доклад главы Республики Егора Фаначевича Борисова. Счетная палата, счетная комиссия, вы давайте переступайте к своей работе. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые народные депутаты, в соответствии с пунктом 10 ст. 72 Конституции Основного закона Республики Саха-Якутия вношу кандидатуру Николаева Игорева.